Петербург в эти дни стал деловым центром мира. 20-й международный экономический форум объединяет бизнесменов, политиков и финансовых экспертов 125 стран. Здесь постоянно ведутся деловые переговоры, проходят деловые встречи и буквально каждую минуту подписываются деловые соглашения. В работе форума участвуют делегации из Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным. Глава региона в числе самых востребованных губернаторов. К нему постоянно подходят представители бизнес-структур, заинтересованные в укреплении деловых связей с Самарской областью. Как результат, рабочая программа губернатора в первый день форума получилась очень насыщенной. Деловые встречи шли практически без перерыва. Есть основания полагать, что мы будем иметь реальные конкретные результаты, но они уже есть, по большому счету. Ну и дальше, в том числе, от многих встреч, которые прошли не то что на ходу, но не запланированные заранее. Именно в этом и заключается отличительная особенность экономического форума. Зачастую неофициально в кулуарах первые лица договариваются о крупных контрактах и инвестиционных проектах. Например, ожидая официального подписания очередного соглашения, Николай Меркушкин переговорил с председателем правления ОАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном. Обсудили планы строительства в Самарской области крупного завода по выпуску комплектующих для нового крупного химического производства, построенного на севере страны. Дополнительный миллиард на строительство Фрунзенского моста региону может принести встречу губернатора с министром транспорта Максимом Соколовым и подобных примеров десятки. Николай Меркушкин один из самых активных руководителей российских регионов и потому таким количеством плодотворных официальных и кулуарных встреч могут похвастаться далеко не все российские губернаторы. Сегодня Николай Меркушкин участвует в пленарном заседании форума. Обращаясь к участникам встречи, президент страны подчеркивает, Россия смогла преодолеть кризисные явления в экономике. Россия смогла решить наиболее острые текущие проблемы в экономике. Уже в ближайшей перспективе рассчитываем на возобновление роста. Мы сохранили резервы, существенно сократился отток капитала. По сравнению с первым кварталом 2015 года в пять раз снижается и инфляция. Президент поднимает тему подготовки кадров для российской экономики и вопросы, связанные с работой вузов и их взаимодействием с производством. Губернатор Николай Меркушкин отмечает, многое из того, о чем говорит президент, уже реализуется в Самарской области. В целом Самарская область демонстрирует высокую активность на форуме. В контактах с Самарским регионом заинтересованы крупнейшие российские и зарубежные компании. К примеру, в четверг руководство ПАО «Сбербанк» в присутствии десятков журналистов федеральных и иностранных СМИ заключило соглашение с крупнейшими отечественными компаниями, федеральными министерствами и правительством Самарской области. А Николай Меркушкин стал единственным губернатором, который поставил свою подпись под документом в серии этих соглашений. Напомним, 16 и 17 июня губернатор провел рабочие встречи с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Олег Первым, президентом НК «Руснефть» Игорем Сечиным, председателем Совета директоров ПФК «Система» Владимиром Евтушенковым, владельцем ГК «Базовый элемент» Олегом Дерипаской, гендиректором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым и старшим вице-президентом, главным инженером ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем. С большой долей уверенности можно сказать, что в долгосрочной перспективе два рабочих дня губернатора, проведенные на площадке экономического форума, принесут Самарской области серьезные экономические дивиденды.